Встреча прошла в неформальной обстановке. Поговорить о возможности открытия нового паромного маршрута с выходом на страны Ближнего Востока потенциальных партнеров Айварс Тауриндж пригласил в Ледовый дворец Большой. Как раз в это время там шел матч между хоккейным клубом Сочи и Рижским Динамо, давним поклонником и спонсором которого является Тауриндж. Региональный директор паромного оператора отметил, что линия, соединяющая порты Краснодарского края и Турции, может быть коммерчески очень привлекательна. В первую очередь относительно небольшим временем в пути. Из Стамбула до Сочи около 18 часов. Мы обсуждали возможность работать по грузовым и пассажирским перевозкам. Если смотреть по пассажирскому транспорту, здесь есть намного больше возможностей. Но здесь вариант, который надо очень тщательно просматривать, это сезонность. Потому что постоянные паромные сообщения работают круглогодно. Что касается хоккея, как отметил бизнесмен, за Динамо Рига он болеет уже много лет и часто путешествует вместе с клубом. На этот раз динамовцам ждала неудача. В упорной борьбе с сочинским леопардом они уступили со счетом 2-4. Таким образом, наши хоккеисты во второй раз в нынешнем сезоне обыграли единственного представителя Латвии в КХЛ.